Приветствую вас, Кристина. Вы обращаетесь к нам за советом, то есть вы хотите, чтобы мы подсказали вам, как поступать вот в этой ситуации, в которой вы оказались. Я думаю, что это хорошая идея, потому что психологи всё-таки не дают советов, вот. Психологи помогают человеку разобраться в себе, да, но не дают советов, вот, что мне кажется, кстати говоря, вполне справедливой истории, вот. Потому что если мы, психологи я имею ввиду, если мы даём советы, то, наверное, ничего хорошего от нашей помощи человек получить не может. Потому что мы становимся таким же, как и ваши подруги, например. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, более уместно, здесь более уместно. Та вот позиция, та точка зрения, чтобы помочь вам разобраться в самой себе, да, помочь вам лучше понять себя, например. Зачем вы с этим мужчиной? Что вы хотели бы от него для себя получить, а то, что вы хотите что-то для себя от него получить, мне кажется, совершенно очевидно. Потому что у вас есть определённые сомнения, вы хотите, чтобы у вас к нему появились чувства. С другой стороны, может быть, вы видите, что есть некоторая опасливость, некая незащищённость, некоторая, такая, такая, некоторые опасения относительно мужчины, относительно возможного, возможного, повторюсь, сближения с ним. И в таком случае ситуацию тоже нужно рассматривать отдельно. Снимаете это? Вы сомневаетесь. И причину ваших сомнений нужно, на мой взгляд, исследовать. Причину ваших сомнений нужно, на мой взгляд, изучать. И только изучив причину ваших сомнений и оказав вам помощь по разрешению конфликта вашего внутреннего, можно говорить о том, что вы сможете для себя решить, что вам, что вам делать дальше. Вот, а мы это сейчас. Можно, например, порекомендовать вам, например, один вариант, порекомендовать вам другой вариант, да, но по большому счёту вы же понимаете, что решение принимать вам, потому что необходимо, чтобы вы по жизни продвигались, следуя своей позиции, необходимо, чтобы вы по жизни продвигались, опирались именно на свои чувства, а не на чувства, ну, не на чувства других людей. Понимаете, какая штука. Поэтому, вот, очень важно разрешить каждый конфликт. Во-первых, что стоит за вашим вопросом, да, то есть, если продолжать отношение, то для чего? Это первое. Вот, вы пишите, есть в чему определённые симпатии, что это за симпатия? Да, то есть, что она из себя представляет, давайте её поисследуем. Вот, с этого я предлагаю начать. Дальше будет вид. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.